Масса самых ярких, положительных эмоций, впечатлений, знаний и новых друзей. С таким багажом вернулись в Ульяновск участники Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил в Сочи. Среди огромного количества делегатов из более 180 стран была делегация и от Ульяновской области, в составе 95 человек и 30 волонтёров. Мы тоже представляли себя, Ульяновскую область. Если традиционно посмотреть на то, как себя представляли другие регионы, колоритные, может быть, Калмыкия или Дагестан, то это, конечно, какая-то идентичность. Мы свою идентичность представили. В кепках Ленина с кричалкой «Идёт Россия гордость» Ульяновской области представили наш регион, громко о себе заявили. Конечно, ребятам запомнится это на всю жизнь. Это действительно историческое событие. Наша встреча с делегатами фестиваля состоялась в Музее народного образования Симбирской губернии, где сейчас работает выставка «Мир дружбы. Фестиваль не случайно». Свои предметы, которые нам выделили делегации и вообще, как участникам фестиваля, я хотела бы передать фонды музея-заповедника, что произойдёт в скором времени. Ну а сейчас эти предметы будут храниться в Музее народного образования, где каждый посетитель сможет примерить их и почувствовать свою сопричастность к этому событию. Кстати, здесь же на выставке есть куртка участника 12-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1985 года. Им был Александр Зубов, директор музея-заповедника «Родина Ленина» с 1988 по 2012 годы, память которого отмечалась совсем недавно. Также в своё время он предоставил фонду музея множество фотографий с фестиваля. Как отметил ещё один участник Всемирного фестиваля молодёжи Никита Ключников, общение и обмен опытом стали главными составляющими молодёжного форума. Для себя, в первую очередь, я отметил именно общение скорее с регионами России, с культурной жизнью разных национальных наших республик. Большое впечатление на меня произвела Калмыкия. Очень открытые люди, приятные, с которыми, мне кажется, полтора часа только общался об истории, о культуре, об их вере, ну и, конечно, тяжёлой судьбе в 20 веке. Важной составляющей фестиваля стало и волонтёрское движение. От Ульяновской области в качестве волонтёров там работали 30 человек. Важным достаточно событием для всех волонтёров, ну и, естественно, Ульяновской области в первую очередь, стало подписание соглашения о том, что наш счастливый регион теперь будет сертифицированным центром подготовки волонтёров к Всемирным играм дружбы. То есть уже ребята, которые были в составе Ульяновской делегации, вот волонтёрами, уже, я думаю, многие точно подали свои заявки, тем более, что сейчас подготовку можно будет пройти прямо у нас здесь, в Ульяновске. Как сказали делегаты, фестиваль – это только начало взаимодействия с другими регионами, такими как Самарская, Нижегородская области и Республика Татарстан. Будет продолжено тесное сотрудничество со странами БРИКС. Уже в этом году в Ульяновской области запланировано проведение молодёжного саммита стран БРИКС, в котором будут участвовать молодые люди из Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки.